Еще раз здравствуйте, дорогие наши зрители. Это программа «Утро в Петербурге» и вот мы и дождались с вами конца рабочей недели. Но подождите, еще мы бодрые. Сегодня пятница, кто-то строит планы на выходные, встречи с друзьями, походы в гости, возможно даже уикенд за городом. А у кого-то одна мысль в голове, как бы хорошенько выспаться в эти дни, и это единственный план. Да, я очень хорошо понимаю таких людей, но вот здесь хотим выступить с предостережением. Эксперты считают, что как раз долгий сон на выходных не помогает отдохнуть и отоспаться. Это только собьет ваши внутренние часы вашего организма и вызовет наоборот ощущение разбитости. Как же так? Неужели нам надо пересмотреть сонные планы на долгожданные выходные? Возможно, что и так. Спросим у нашего гостя в студии Михаил Бочкарев, научный сотрудник группы гиперсомний, дыхательных расстройств Центра Алмазова, кандидат медицинских наук. Доброе, бодрое, не сонное утро. Михаил, здравствуйте. Доброе утро. Что за шокирующие новости? Неужели нам нужно пересмотреть вообще отношение к длительному сну? Неужели он вреден для организма? Это не шокирующие новости, это было известно давно. И, в принципе, каждый человек, который пытается отоспаться на выходных, чувствует потом, что он не очень бодр. Потом снова хочется спать, и день идет на смарку. Поэтому те, кто хотят спать днем, необходимо пересмотреть все-таки свое расписание. Подождите, а почему вот так происходит? Вот хочется понять причины. Потому что действительно устаем мы за неделю, и просто ждешь этих двух дней, чтобы хотя бы, ну там, субботы, чтобы реально выспаться. Прям успокаиваешь себя этой мыслью. Что же происходит в организме, что он не высыпается? Когда мы засыпаем, если у нас есть хроническое недосыпание, то организм быстрее переходит в глубокую стадию, сна в третью. И там старается восстановиться. Это обычно занимает первую половину ночи. И затем, когда мы увеличим свою продолжительность сна, да, мы уже... Смысла в этом нет, да, особого? Смысла в этом особого нету, да. Мы чувствуем, что мы поспали больше, да. Но потом идет проблема, потому что мы встали позже, и у нас уже давление сна идет в течение дня меньше. Ночью не заснуть. А можно я уточню? То есть, смотрите, автоматически, когда мы очень-очень устаем, то организм сразу переходит в третью фазу сна, то есть ему как бы, он сразу начинает высыпаться, что ли, так получается, когда вот он действительно уже на пределе? Мы всегда сразу начинаем высыпаться, это нормально, да, потому что организм в целом, возможно, ожидает, что мы можем проснуться. То есть хороший сон, он в первую часть ночи, да? В первую, да. А потом это уже дополнительно, это не так важно, только себе во вред. Ну, потом тоже важные части идут, потому что там идет рем-сон, необходим для нашего эмоционального состояния, да. Михаил, а как же тогда, как построить свои выходные, чтобы все-таки восполнить недостаток сна? Например, встаешь на буднях каждый день в 8 утра, но не получается рано ложиться, да, и спишь по 6-7 часов. Что же делать в субботу и воскресенье? Ну, кстати, эксперимент показывает, что большинство людей в выходные спят не больше, а просто ложатся спать позже. Да, по времени. Вот, поэтому, если вы хотите отоспаться, необходимо лечь примерно в то же самое время, да, и встать на 1-2 часа позже. Ага, то есть не валяться все-таки до полудня, до часу, да, а просто добавить к обычному времени буквально час-два. Да, лучше к этому еще добавить мотивацию, чем вы займетесь рано утром в выходной день, да, встретитесь с друзьями, отправитесь в поход еще куда-то, да. Но если у вас днем все-таки настигнет какая-то очень сильная сонливость, да, то лучше поспать 15-20 минут. А-а-а. Вот. Но не больше, там не 2 часа лежать. Вот смотрите, эксперты говорят о необходимости установить постоянный режим сна и бодрствования. Постоянный. Но если это все-таки невозможно, потому что вот, например, утренние телеведущие, я приведу пример наш, мы же не каждый день встаем в 5 утра, но иногда нам это нужно делать. Вот как быть в таком случае... Просто нечем заняться в это время, если... Да, 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 нормальному человеку в 5 утра. Вот как быть, если у нас периодически случаются ранние просыпания и невысыпания? У вас как сменная работа, у вас получается ранняя утренняя смена, да. Вахта такая, да. Да. И в этом случае есть все обычные рекомендации, да. Вот какие? То есть, если вы легли спать, как обычно, но встали очень рано, да, то вам необходимо после этой работы поспать, да, но... Днем. Не то, чтобы компенсировать те самые 7 часов, да, но примерно в 2 раза меньше, да, чтобы посчитать. Ну а сколько? Это опять в 20 минут или это полтора часа? Ну это может быть час дневной, да, если у вас была действительно очень ранняя смена, да. И затем вечером примерно лечь в то же самое время, как обычно, да. То есть не пересыпать днем? Да, не пересыпать. Никаких 4-х часовых послеобеденных снов, Тимофей. Ну, важно добавить к этому еще регулярную физическую активность, правильное питание, без избытка жиров и быстро усвоимых углеводов, да. И не злоупотреблять кофеином в течение дня, если вы хотите вечером спокойно заснуть. Многие ощущают хроническую усталость, особенно сейчас, вот после зимы, нехватка витаминов. После темноты. Как человек может сам справиться с ней? Или стоит обратиться к специалисту? И к каким-то препаратам. Кроме кофеина у нас нет разрешенных препаратов, повышающих нашу бодрость, да. Самое эффективное средство для повышения бодрости – это сон. Если ваш сон достаточный 7-9 часов, и после этого вы себя чувствуете не очень хорошо, да, то это повод обратиться к врачу. Особенно если это влияет на ваше самочувствие, да, вы становитесь раздражительными, беспокойными и так далее, возникает снижение настроения, да. Это повод обращаться к врачу. Остальные факторы – это те, о которых мы говорили, регулярная активность, естественное освещение, желательно в утренние часы, питание, общение с людьми и, главное, мотивация. Ну, вроде бы, да, простые такие рекомендации. С вами нам было очень приятно пообщаться, Михаил. Спасибо. Михаил Будькарев, научный сотрудник группы Гиперсомни и дыхательных расстройств Центра Алмазова, кандидат медицинских наук в нашей студии. Спасибо большое.